Приветствую всех, кто заглянул ко мне на канал. Снимаю видео о моих парфюмерных и косметических обновках за довольно длительный период. Это август, сентябрь и октябрь. Да, я решила эти месяцы объединить, но видео будет включать в себя три части. Причем будут они выходить отдельно. Первую я посвящаю, которую снимаю сейчас, моим подаркам и также выигрышам в конкурсе, которые случились за данный период времени. Вторая часть непосредственно покупкам уходовой и декоративной косметики, ну а третья исключительно парфюмерии. Итак, подарки. Первый я получила уже давно, да, в августе. Сделала мне его замечательная девушка Виктория Овчинникова. Ее никнейм на ютубе Эвито Древуар. Я обязательно оставлю ссылочку под видео на ее канал, если вы не знакомы. Проходите и знакомьтесь. Дело в том, что ровно год назад, в преддверии наступления 2022 года, Виктория выиграла у меня в конкурсе, посвященном 3000 подписчику. И так совпало, что вот этот выигрыш пришелся, скажем так, на несколько трудный период в ее жизни и сыграл в какой-то степени поддерживающую роль. Вот поэтому Виктория захотела меня отблагодарить. Таким образом, давайте покажу то, что было в посылке, чтобы не в пустоту вам смотреть. Это шампунь бренда Calistar, итальянская фирма. Он идет для окрашенных, милированных и колорированных волос, 250 мл. И комплементарная к шампуню маска. Он идет вот в такой коробочке. В общем, Вика меня однозначно шокировала. Во-первых, это было абсолютно неожиданно. Это никак не обговаривалось предварительно. Она просто мне написала, и я отправила посылку встречать. Во-вторых, это сделано с огромным вниманием ко мне, к моим увлечениям и интересам. Потому что, да, действительно, я интересуюсь косметикой Calistar. И когда еще был жив сайт Makeup, я довольно часто заказывала их продукцию. По большому счету декоративную, но и уходовая меня тоже интересовала. В-третьих, это очень щедрый подарок. И я не знаю, сколько это стоит точно. Я примерно знаю, вспоминаю цены, которые были на Makeup. Также у нас, кстати, Calistar неплохо было представлено и в L'Etoile. Но я знаю, что в L'Etoile ценник где-то в полтора-два раза дороже. Но в любом случае, неважно, на Makeup в L'Etoile это приобреталось или еще где-то, я знаю, что это очень щедро. Вот поэтому, конечно, Вика, ты меня сразила. Вот прям до глубины души. Я, честно, была в шоке. Также я хочу отметить, что, наверное, так же, как вот и с Викой произошло, у меня тоже был довольно нелегкий, нерадужный период в августе. Вообще год, согласитесь, был такой в плане настроения очень переменчивый. И я вообще человек склонный к такой хандре, где-то к депрессивным состояниям, когда все валится из рук, нет ни к чему интереса. И в этом году это со мной случалось достаточно часто, вот в том числе и в августе. Поэтому данный подарок, он меня очень, скажем так, взбодрил и подарил массу позитивных эмоций. Викусь, огромное тебе спасибо, вот прям низкий-низкий поклон за твою щедрость, за твою внимательность. И от всей души желаю тебе радости и, самое главное, здоровья. Прости, что вот с таким опозданием снимаю, что не получилось раньше, ну вот как вышло. Да, давайте взглянем на маску. Все это очень красиво, очень стильно, потрясающие парфюмерные отдушки. И у шампуня, и у маски идет она, по-моему, даже две заглушки. Ну, я не буду открывать, но даже через заглушку я чувствую прекрасный такой сладкий аромат. Тут еще и аннотация есть. Так что, ну, обалденная красота. Следующий подарок я получила уже в дню рождения. Правда, это случилось в преддверии, за две недели. И я думаю, нет, я его оставлю, буду держать до первого числа. Но не смогла. Не смогла, не утерпела у меня, просто подгорала, и я не выдержала, и посылку вскрыла. Так что, подарок мне прислала моя дорогая Руська, канал Иришка из Пензы. И я думаю, вы многие девчонки ее знаете. Если не знаете, то опять же я оставлю ссылочку на ее канал. Руська, как я ее называю, моя парфюмерная муза, которая меня зачастую вдохновляет на подвиги как раз вот в этой сфере. Так вот, первое, что было в посылке, это два парфюмированных геля от Милана. Вот такая линейка у них. По-моему, собственно, два геля эта линейка включает, больше я не видела. Во-первых, это Spring Bloom с маслом герани. Роскошные ароматы, многогранные. Чувствуются здесь и герань, и сирень, и, по-моему, и жасминовые нотки. И даже что-то вроде нарцисса. В общем, букет получился роскошный. И я надеюсь, что в душе это тоже будет раскрываться очень интересно и многогранно. Вообще, у меня есть из этой линейки жидкое мыло. И одну бутылочку я на данный момент уже использовала. Мне понравилось. И особенно хочется отметить оформление. Это выглядит невероятно стильно. Это касается и геля для душа, и жидкого мыла. Ну и второй гель это УД РУД с маслом кедра. На мой взгляд, еще более пленительный аромат. Здесь дерево, здесь какая-то бальзамичность, смоленистость, пряность. Какая-то горчинка присутствует. Так не могу себе показать удовольствие еще раз его вдохнуть. Ну, прям, сродни какому-то роскошному парфюму. Просто восхитительно. И опять же, в оформлении красота. Ну, основная тематика посылки была парфюмерная. Да, собственно, и гели, да, они тоже идут из парфюмерной линейки. Просто, да, далее речь пойдет исключительно об ароматах. И я не зря упомянула о том, что Иришка моя муза парфюмерная. Так вот, была целая россыпь вот таких пробников. Это Лаура Биаготия Рома Пасен. Правда, осталось только два. Я уже активно ими попользовалась. И об этом аромате я довольно подробно говорила в пустых баночках октября. Поэтому не вижу смысла останавливаться. Скажу лишь, что это интересная вариация на тему розы, которая мне понравилась. Я хочу полноразмерную версию, но не знаю, сложится ли или нет. Потому что пропал он со всех ресурсов. Ну, пока с удовольствием использую пробнички. Что меня удивило и восхитило, это возможность познакомиться с ароматами Киллиан. Я это сделала впервые, как раз благодаря Иришке. Во-первых, это вот такой пробник заводской. The Art of Love. Знаменитая линейка этих порочных яиц, где явно прослеживается тематика 50 оттенков серого. Значит, аромат Dangerously in Love. Я так понимаю, опасности любви или превратности любви. Древесно-цветочный аромат, который объединяет в себе два противоречивых начала в розе. Мужское и женское. Хотите рискнуть и поиграть в господина и его наложницу. Покори меня. В общем, вот такая красота. Честно скажу, я уже его попробовала. Но, пожалуй, свое мнение приберегу для другого видео. Может быть, это будут пустышки. Может быть, отдельный обзор. Посмотрим. Ну, а второй аромат Killian это уже от Levante. И называется он License Dangerous. Может быть, я коряво прочитала. Ну, в общем, опасные связи, если перевести. Что примечательно, этот аромат является для Иришки таким знаковым. Это ее парфюмерное «Я». Поэтому я с превеликим удовольствием с ним познакомилась. Это интересно. В раскрытии это роскошно. Дайте-ка я освежу в памяти. Да. Но так же, как и с предыдущим ароматом, останавливаться с вашего позволения не буду. А потом, либо же в пустышках, либо же в обзоре более подробно о нем расскажу. Ну и какие впечатления. Но, как бы, основной шок у меня случился от следующего. Небольшая такая присказка. В общем, я знала примерно, что за аромат мне придется в подарок. Дело в том, что Иришка мне сказала, говорит, ты не покупай пока никаких ароматов от бренда Кошарель. От бренда Кошарель у меня было три хотелки. Это Анаис Анаис, это Лулу и это Эден. Я гадала. Думаю, какой же из них. В общем, методом дедукции я отсекла Анаис Анаис. Думаю, ну или Лулу, или Эден. Склонялась к Лулу. Когда я открыла посылку, я просто завизжала, можно сказать. Да, потому что я увидела и тот, и другой. Это и Лулу, и Эден. В общем, да, я была в шоке. Опять же. Посмотрим на Лулу. 50 мл. С ароматом я уже довольно близко познакомилась. Этой осенью носила. И он меня удивил, потому что мое первоначальное мнение о нем, вот когда я его только получила, открыла, нанесла, у меня были одни ощущения. Потом, чуть позже, стала довольно активно его выгуливать. И уже были другие ощущения. В общем, аромат очень интересный, на мой взгляд. И займет достойное место в моей коллекции. Так, ну и Эден, он тоже весьма своеобразен и в плане самого аромата, и в плане оформления. Как его называют аромат русалок? Он, ну, не знаю, аромат ли русалки, но он довольно интересный. Здесь такие зеленые, где-то микстурные нотки. И он однозначно требует к себе внимания. Возможно, его где-то нужно приручать. И мне кажется, здесь однозначно возможны такие же метаморфозы, как с Лулу. Потому что первое мнение о нем может быть ошибочным. Да, поэтому если Лулу я уже разносила, то Эден еще нет. Поэтому, опять же, пока ничего о нем говорить не буду. Вот такой восхитительный подарок я получила в дне рождения. Так что, Рузькин, моя дорогая, я тебя еще раз благодарю. Это просто что-то с чем-то. Я в восторге. Сразу две мои парфюмерные хотелки исполнились. Ну, а далее речь пойдет про мои победы в конкурсах. Причем, так же, как и подарков, их было два. И легли они так кучненько. Где-то за неделю, за две до моего дня рождения. Прям, видимо, фортуна решила повернуться в этот момент ко мне лицом. Что было вдвойне удивительно. Я вообще мало что по жизни выигрывала. Если не считать несколько раз по 100 рублей в русское лото. Как я недавно пересматривала «Москва слезам неверно». Говорит, я всегда покупаю лотерейный билет. Она говорит, что что-нибудь выиграла? Да, два раза по рублю. Ну, и я также примерно несколько раз по 100 рублей выиграла. На этом, собственно, все. И вот эти все конкурсы, которые проводились на YouTube, в ВК, в Telegram. Я считала, что то ли мне не везет, может быть, подстава какая-то. Не знаю. Но всегда, скажем так, участвовала на авось. Ну, мало ли. И тут, значит, я узнаю о победе в одном конкурсе. Через три дня узнаю о победе в другом конкурсе. И, конечно, да, это было очень удивительно. Итак, первый конкурс проводила газета «Коммерсант» в ВК совместно с новым отечественным брендом косметики «Остриков Бьюти Паблишинг». Ну, все стандартное, нужно быть подписанным на одну группу, на другую, на третью, лайкнуть пост, написать, что ты участвуешь, собственно, все условия. Всего победителей было три, и я очень рада, что пошла в их число. Если говорить про бренд «Остриков Бьюти Паблишинг», значит, какая у них основная философия? То, что они не прячут своих химиков, технологов, кто, собственно, создавал продукт. Как там было написано, мы обычно выбираем книгу по автору, музыку по композитору. Почему мы не можем выбирать косметику по ее создателю? Также хочется отметить, что нет привязки к гендеру. То есть продукт может быть любой, использовать как мужчинами, так и женщинами. Ну, и нет привязки к какой-то многоступенчатой линейке. То есть ты можешь не приобрести какой-то один продукт, и нет необходимости приобретать еще что-то в дополнение. Также хочется отметить стильность оформления. Ну, и еще сам основатель Сергей Остриков. Он ратует за то, чтобы люди как можно меньше использовали всяких баночек, скляночек и так далее. Итак, то, что я выиграла, это все касается ухода за волосами. Набор из четырех продуктов, но у них палитра довольно богатая продукцией. Там есть и гели для душа, и скрабы, и крем для тела. В общем, ну, давайте смотреть на мой приз. Первое, что было, это такой твердый шампунь Юдзу, автор формулы Фрэш, команда Фрэш Косметикс. Все это идет в жестяной баночке, повторюсь, невероятно стильно. Ну, и вот сам шампунь. Такой яркий, зеленый. И аромат просто потрясающий. Вообще написано, что это аромат Юдзу, да. Но когда я заходила на сайт, чтобы более подробно про этот продукт почитать, здесь целая фрагрантика. Помимо Юдзу тут присутствуют такие тропические фрукты, нектарин или персик. По-моему, белый нектарин. Черная ваниль. В общем, целая фрагрантика. Там прям пирамидка расписана. Верхние ноты, средние и базовые. И пахнет, знаете, прям так сочно. Не просто, да, какой-то цитрус, а цитрус сочный, сладкий. С такой кислинкой специфической. Потрясающе. Никогда не пользовалась подобным средством, да, твердый шампунь. Всегда обходила его стороной. Так что будет шикарная возможность попробовать. И, я думаю, скорее всего, буду брать с собой в бассейн. Мне кажется, это весьма удобно. Так, второй продукт. И это уксус-кондиционер для волос и кожи головы. Наносится он после шампуня, вместо бальзама, на влажные волосы. Далее массирующими движениями распределяем по всей длине. И также уделяем внимание коже головы. Ну, а далее смываем. Так, 250 миллилитров объем. И обещает он нам объем и блеск, плюс свежесть кожи. Без силиконов и без утяжеления. Химик Андрей Микляев. Так, в аромате я чувствую уксусные нотки, да, какая кислотность. Ну и опять же, вот этот юдзу сладковато-кислый. Третий продукт это мусс-кондиционер для объема и блеска волос. Секси Мэйн. Опять же, автор формулы Андрей Микляев. Не требует смывания. Значит, этот продукт у нас наносится на подсушенные, но еще влажные волосы. Распределяется по всей длине. Далее укладываем феном. Читала отзывы на Wilder's. А именно там можно встретить, значит, эту космичку. Ну, кстати, нет, не только на Wilder's. Она присутствует и на Яндекс.Маркет, и на Озон. В Золотом Яблоке. Так, где-то еще что вспомнить не могу. В каком-то офлайн-магазине. Ну да ладно. Тут так завис. Ну, в общем, я так понимаю, что будет выдаваться как пенка муста. И читала в отзывах, что объем у волос будет просто невероятный. И это, на мой взгляд, шикарно, потому что я всю жизнь за это парюсь. Вот так что классно. Ну и в аромате, да, опять же, речь идет про юзу. 150 миллилитров объем. Ну и четвертый продукт, это уже стайлинг. Матовая паста для укладки коротких волос. Блонд Краш. Химик Андрей Микляев. Но я читала о том, что используют не только обладатели коротких волос. Вообще, почему Блонд Краш хотела рассказать. Раньше вот эти все средства для стайлинга выходили именно для брюнетов. Для обладателей темных волос. Потому что на блондированных волосах это выглядело не очень. Во-первых, мог меняться оттенок. Во-вторых, визуально волос на голове становилось меньше. И в-третьих, волосы выглядели несколько грязными, такими, сальными. Так вот, данный продукт всех этих негативных моментов лишен. И он прекрасно на светлых волосах работает. Это, кстати, опять же, на Wildberries есть фотографии. И результат прям шикарный, на мой взгляд. Я тоже его, кстати, уже сегодня попробовала. Неплохо подчеркнула кончики. Текстурировала. Я их сегодня завила наружу. И таким образом, повторяюсь, подчеркнула. Давайте я ему покажу. Здесь есть такая белая паста. И опять же, ой, очень яркий аромат этого сладкого юблу. Супер. Ну и когда я зашла, ну собственно, что на Wildberries, что на золотое яблоко, посмотрела цены. Давайте я вас примерно сориентирую. Значит, сухой шампунь в районе 800-900 рублей. Уксус примерно так же. А вот что касается мусса, кондиционера и матовой пасты, 1300-1400 рублей. То есть приз составил порядка 5000. Просто вау, что еще сказать. В общем, сама не перестала удивляться. Да, еще была вот такая симпатичная открытка. Я не знаю, кто это. Выдра, бобер. И я так понимаю, что плавает она в обнимку вот с этими плодами юдзу. Потому что именно о них здесь речь. Фруктовое растение, распространенное в Юго-Восточной Азии, является продуктом естественной гибридизации мандарина и чанского лимона. Ну, в общем, класс. Ну, и вторая победа в конкурсе была уже в Телеграм, проще говоря, в Телеге, на канале у Кирилла Квасина. Кирилл парфюмерный блогер. Я думаю, многие, кто эту тему интересуется, его знают. Он ведет свой канал на Ютуб. Он часто делает обзоры для интернет-магазина, рандеву, сотрудничает с ними. Я сама за ним с интересом наблюдаю. Он личность такая яркая и интересная. Плюс он ведет свой канал с довольно вызывающим названием в Телеграм. Парфюмерная сука. И организовал, на мой взгляд, отличную парфюмерную барахолку, где можно купить или продать парфюм с рук. Я, кстати, сама парфюмания называется. Я сама уже этой опцией воспользовалась и боялась. Прям первый раз очень боялась. Но все, слава богу, прошло хорошо. Единственное, про этот опыт я расскажу чуть позже. Пожалуй, это будет как раз в видео о парфюмах. Вот. Ну, да. Что касается конкурса. Конкурс он проводил совместно с брендом Шампань. Все стандартное. Нужно быть подписанным на один канал, на другой. Далее нажимаем кнопочку «Участвовать». И бот выдает нам электронный билетик с определенным номером. Призовых мест было достаточно много. Порядка 10 или даже более 10. Единственное, в зависимости от того, какое место займешь, варьировался размер приза. Мне повезло быть в первой тройке. Прежде чем я покажу вам, что же я выиграла, пару слов про бренд Шампань. Это премиальный, профессиональный бренд по уходу за волосами. Их продукция состоит из органических ингредиентов. Это растительное сырье, это эфирные масла, это шикарное оформление. Если вы поинтересуетесь, посмотрите их сайт, вы в этом убедитесь. Ну и как я уже сказала, в основном это продукция для волос. Это маски, шампуни, бальзамы, сыворотки и так далее. И также есть у них интересный очень продукт, новый абсолютно для меня. Называется мультимолекула. Если говорить проще, это ароматическая маслянистая композиция. Она состоит из эфирных масел. Не нужно думать, что это просто смешали пихту и апельсины. Как бы все на этом. Нет, это целая фрагральтика, это пирамидка. Я постараюсь даже привести пример. Так вот, давайте посмотрим, что же я выиграла. Во-первых, это была вот такая сумочка из плотного картона. Ручки здесь в виде цепочек. Я, правда, их еще не приделала по месту назначения, но чуть позже это обязательно сделаю. Затем это пробники шампуня и кондиционера. По две штучки. Значит, два кондиционера и два шампуня. Объемом по 10 мл. Ну и что замечательного в том, что я заняла как раз место с первого по третье, то, что я выиграла фактически всю палитру вот этих мультимолекул. 14 флакончиков. Вот такая коробочка. Она была перевязана такой красивой ленточкой, но уже у меня, по-моему, дочь ее стянула. В общем, 14 флакончиков по 2 мл. Выглядят они следующим образом. Они пронумерованы. Из 14 у меня на данный момент осталось 9. Два я подарила своей сестре. Два и Руське. И один, к сожалению, разбила моя дочка. Дело в том, что открыла я эту коробочку. Я, когда получила приз, его так отставила. Думаю, открою прямо на день рождения. Там оставалось всего два дня потерпеть. Ну, и, собственно, открыла. Дочка так заприметила это все, эту красоту. И когда мы с мужем ушли, мы пошли с ним жарить шашлыки. День был морозный, детей брать не стали. Думаю, сейчас мы два часа пожарим и придем. Так вот, возвращаемся. Мой дом просто глухает. Вот, я быстро кинулась к полке с парфюмом. Я подумала, что раскололи флакон. Все пересчитала. Нет, думаю, все на месте. А дети затихарились, как такие нашкодившие коты. Вот, но думаю, нет, что-то все-таки не так. В общем, не мытьем, так катаньем. Признались, признались. Раскололи они одну амбуку. Самую первую, к сожалению. Да, аромат, кстати, волшебный. Называется он Малефисента. Единственное, сделали они это буквально минуты за три, за четыре до нашего прихода. И не успели полностью уничтожить следы. И слава богу, потому что они только флакончик успели собрать. А уже вот эти драгоценные капли я собрала на салфетку. И эта салфетка лежала у меня два месяца. И вот в какую бы комнату ее я не принесла, она выступала как роскошный такой аромодиффузор. Аромат стоял на всю комнату. И если я начинала эту салфетку что-то протирать, ну, допустим, брала и водила ей по поверхности там полки или стола, этот аромат усиливался. Так вот, что у меня осталось из 14 медовая зависимость. Давайте пару слов я про нее сразу скажу. Вот она, она самая яркая по оттенку. Из всего того, что я попробовала, попробовала, честно скажу, не все, не успела. Мне она пока понравилась больше всего. Брала я ее с собой в бассейн. И, вы знаете, после салмы на распаренную кожу... Так, я прошу прощения за соседей. Сейчас, одну секунду. Так, я прошу прощения, пришлось прерваться, потому что дети заигрались настолько, что соседи начали стучать. Час уже не очень ранний. И, да, пришлось эту компанию разогнать. Так вот, возвращаясь я к медовой зависимости мультимолекуле. Брала я ее с собой в бассейн. После сауны наносила на распаренную кожу. Хватает буквально одна-две капли, чтобы разнести на запястье, на скулы и на шею. И ты погружаешься в пушистый, сладкий, уютный кокон с радиусом поражения метра два. Вот не меньше. Настолько яркий и сильный шлейф. Давайте здесь я приведу пример вот этой фрагрантики. Единственное, есть ароматы, где все четко расписано. В плане того, что верхние нотки, сердце, база здесь как-то размыто. В основе лежит мед белой акации, виноград изабелла, гуава, жасмин, цветы акации и не только. Ну вот, собственно, все. Да, действительно, я согласна. Это прям такой парфюмерный медок, не обычный, съестной, да. И аромат является уютным и расслабляющим. Какая еще особенность у этих мультимолекул? Они многофункциональны. Ты можешь их использовать как парфюм. Можешь использовать как базу под парфюм. Можно добавлять в любые любимые уходовые средства. Это может быть шампунь, маска, бальзам, крем для рук, крем для тела. Неважно. И аромат будет тебя пропитывать, что называется, от макушки до кончиков пальцев на ногах. Можно также использовать во время уборки. Добавляя в воду, когда ты моешь полы или протираешь пыль. Можно ароматизировать белье. И таким образом аромат будет заполнять твое жилище. В общем, вариантов, как видите, очень много. Ну и давайте пробежимся далее по ароматам. И так, как я сказала, Малефисенту, к сожалению, дочка разбила. Медовая зависимость пока больше всего мне понравилась. Пломбир я подарила Иришке. Богатство. Значит, Мармеладные ночи действительно напоминает аромат таких фруктово-ягодных конфет. Барби подарила сестре. Венеру еще не пробовала. Как и ванильную метавселенную, как и пальпока. Да и, собственно, до Сицилии я тоже еще не дошла. Понравился аромат зеленый мандарин или с Новым годом. Действительно, прям аромат, который хорошо передает мандарины и прекрасно ассоциируется с праздником, который у нас приближается. Практически то же самое можно сказать про розовое шампанское. Также прекрасно передали аромат этого напитка. И тоже идет ассоциация с Новым годом. Ведьма я подарила сестре, ну а марокканского любовника Ируське. Ну вот, собственно, все, что пока могу про них сказать. Теперь пару слов про стоимость. Да, я не могу сказать, что продукт бюджетный. Но не забываем о том, что это натуральные масла. Значит, есть два варианта каждого аромата. По 10 мл и по 50 мл. Если говорить про вариант 10 мл, то стоимость обычно где-то в районе 3100 или 3200. Если вариант 50 мл, то уже стоимость может быть более 12000. Но я считаю, что это абсолютно оправдано. Потому что, во-первых, продукт, как я уже сказала, многофункционален, экономичен. Ну, вот эту ампулку я носила с собой всю неделю. Использовала неоднократно. И такое ощущение, что вообще ничего не ушло. Я не знаю, 10 мл будешь до пенсии расходовать. И я не знаю, вот это количество явно не на год. Плюс это яркость аромата. У меня большое количество парфюмерии по меркам некоторых. Для кого-то, может, и небольшая коллекция. Но превосходит многие ароматы в плане яркости и в плане стойкости. Потому что, вот прям буквально он вплавляется в кожу и в волосы. И слышно его, ну, в течение суток точно. Прямо однозначно. Поэтому, мне кажется, хотя бы один продукт, пусть даже 10 мл, ну, попробовать стоит. Ну, что ж, вот такие были подарки судьбы. Назовем их так. Как, ну, если первые подарки были от девочек, то как раз выигрыши в конкурсе, на мой взгляд, как раз уже подарки судьбы. Если вдруг меня кто-то заподозрит, что это скрытая реклама, сотрудничество. Нет, честно говорю, ничего подобного. Абсолютно на честных условиях я все это выиграла. И никто не в курсе, там, ни газета «Коммерсант», ни на канале у Кирилла, что я веду свой собственный канал и могу еще с кем-то поделиться информацией, либо же мнением, отзывом. Поэтому, нет, я неоднократно говорила, что не сотрудничаю, особо не сторонник. Поэтому, да, мой отзыв, понравится ли мне, не понравится, он будет абсолютно честным и, думаю, непредвзятым. Всем огромное спасибо, кто посмотрел данное видео. Мы с вами увидимся во второй части. И посвящена она будет уже непосредственно покупкам уходовой и декоративной косметики. Продолжение следует...